В мае 1846 года император Николай I, будучи в Варшаве, утвердил герб города Барнаула. В августе его описание, которое во многом верно и до сих пор, появилось в своде законов Российской империи. В основу герба был положен геральдический французский щит, прямоугольный с закругленными нижними углами и выступающим внизу острием. В верхней части белая лошадь на зеленом фоне, герб Томска, указание на то, что Барнаул тогда входил в Томскую губернию. Дымящая доменная печь внизу, указание на горнозаводское происхождение Барнаула. Кстати, эта печь уже была на печати городового магистрата еще с 18 века, когда Барнаул еще даже не планировали сделать городом. «Я очень жалею, что не поэт, но если мне сто раз дадут возможность говорить на земле Алтайска, я сто раз скажу тебе одно и то же. Спасибо тебе, Барнаул!» В мае 1974 года советский актер и режиссер Леонид Быков впервые представил широкой публике свой новый фильм «В бой идут одни старики» – картину, посвященную военным летчикам. Барнаул для премьеры он выбрал не случайно. Ребенком он провел здесь в эвакуации несколько лет. Увы, неточные даты премьеры, ни места сегодня неизвестны. Большинство краеведов склоняются к тому, что показ проходил в кинотеатре «Юность». Выше только небо. 4 мая 1982 года советские альпинисты впервые ступили на вершину высочайшей горы мира – Эвереста. Первыми стали уже тогда легендарный высотник Эдуард Мысловский, москвич и уроженец Заринского района Алтайского края Владимир Балыбердин. Балыбердин был молод, амбициозен и, как рассказывают знающие его люди, необычайно силен. На вершину он поднялся без дополнительных кислородных баков. Более того, помог взойти обмороженному и уставшему старшему товарищу Мысловскому на вершину.